Всем добрый вечер, друзья, и мы вновь с вами молимся за ту землю, на которой живем, потому что Господь дал нам право ее просить, Он дал нам право за нее ходатайствовать и молиться, и потому мы это делаем. И я вчера рассказала маленькую часть истории, но есть продолжение. Когда мы пошли на Ганьину яму, когда мы помолились вместе с пастырами и провозгласили, благословен грядущий во имя Господня, мне дал Господь 84-й псалом, и мы сегодня его начнем, чтобы его также начать утверждать по кусочкам, но стихами Писания утвердить Божий результат в этой земле. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Якова». Сколько людей были в плене в плену атеизма, в плену невежества, в плену разврата, в плену азарта, в плену разного рабства. И вот здесь умилосердился Господь к земле, а значит из плена вывел, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи Его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего и прекрати негодование Твое на нас. Я хочу помолиться сейчас о всех, кто в плену в этой земле, и власть имущие, и те, которые в страхах, и те, которые в разных рабствах. Мы молимся, потому что умилосердие Божье, оно не истощилось. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что взывая за страну нашу, мы благословляем оставить рабство в прошедшем году и не переносить это рабство в будущий год. Поэтому мы сейчас взываем Тебя, чтобы страхи, всякое невежество, все измы, которые удерживали людей, они остались в прошлом и больше не перешли дальше, потому что полагаем предел тьме этой молитвой. И я благодарю Тебя, что мы говорим, Господи, Ты умилосердился к земле нашей, и в этом есть милость Твоя, возвратил плен. Поэтому кто молится о своих детях, кто молится о тех, попавших в плен разного рода обольщению, которое сегодня влияет на мышление, на сознание людей, а мы взываем и говорим, Господи, отпусти плененных на свободу, совершить чудо с ДНК, совершить чудо с сознаниями людей, освободи людей от плена, освободи, Господи, потому что Ты прощаешь беззаконие народа, беззаконие, которое творилось в веках, которое передавалось по поколениям, потому что связано в узел беззакония Ефрема, потому сохранен грех. И если это беззаконие не останавливалось, и грех продолжал влиять на мышление, на сознание, как определенный атрибут дьявола, то мы сегодня это останавливаем. Ты покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, Господи, освободи нас от той ярости, которая может нас всех разбить, а мы знаем, что милость Твоя, она пред Тобою, и потому мы это милосердие, которое не истощилось, вызываем сейчас. Восстанови нас, как землю, восстанови, как народ, восстанови, как здравый смысл, восстанови тех, которым Ты дал жить на этой планете, земля, и прекрати негодование Твое на нас. Благодарю Тебя, Боже, что мы просим, а Ты отвечаешь. Ты отвечаешь всякому просящему Тебя по воле Твоей, и раз Ты любишь миловать и спасать, то это воля Твоя, чтобы никто не погиб, а чтобы все спаслись и достигли познания истины. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжайте молиться. До завтра. Продолжайте молиться.